Сегодня мы снова играем в квиз, игра головой. И сегодня не так много народу, немножко такая не очень сильная энергетика, но сегодня очень интересные вопросы. Мне нравятся сегодня туры, потому что мы в принципе неплохо идем, где-то в середнячках. И может быть последний тур, мы сделаем ставки и даже может быть вырвемся вперед. Чем вам нравится эта игра? Мне нравится, что надо всегда голову свою нагружать, иначе она начнет расшаветься. Здесь как раз память и мышление все тренируется. Видно, трудно ли играть с головой? Ой, трудно. Нет, я пока ни кайфа не поймала. Мне сейчас пока все еще понятно. Скажите, а вы сегодня победите? Конечно. По крайней мере, над собой точно. А не понравилась ли тебе это первый раз? Я первый раз не очень понравилась, энергетика здесь сумасшедшая. И все молодцы. Сегодня ее, кстати, не так много, да? Не так много, да, но мне нравится. У нас команда классная, да? Классная команда, да. Николаев, вы первый раз тоже? Да, и надеюсь, что не последний. И будем дальше продолжать, так же подписать. А какой вопрос для вас был открытием? Тогда какой был самый интересный? Самый? В принципе, все-таки вопросы актуальны. Хотел сказать, что вопросы сегодня интересные. Да, они были сложные, да? Нет, они сложные. Просто надо быть разносторонним, образованным человеком. И сегодня было изобиде комаров, да. Да, конечно. Комары побеждают, но спиралька от комаров находится в фойе, поэтому кто... Все комары скрываются здесь. Да, мы сейчас будем играть в фойе, там от комаров, у них что-то там есть, комари против комаров. Ну правильно, они оттуда-сюда лягут? Да, пойдем сейчас играть туда. Комары нас достали. Нам результаты пересчитайте. Если меня слышит Максим, друзья, друзья, очень внимательно, пожалуйста, с этой командой. Команда Сова, какой тур показался самым-самым сложным? Скажите, пожалуйста. Спали всю игру, вчера не выспались. Сегодня просто день какой-то, да, был сложный? Очень? А что такое делали? Работали. То есть период отпусков не про вас. Я понял. Ну что ж, команда 7-5, как вам вообще наше задание? Какой вопрос, может, запомнился больше всего, от которого вы, мягко сказать, были в шоке? От Бородино Александра Невского. И я вот тоже, я стоял и думал, как мог родиться князь в 1800 каком-то там, сейчас уже не вспомню, году. Ну что ж, все понятно. Я надеюсь, что у вас будут хорошие результаты. Команда ФСБ, вы так что-то бурно радовались, непонятно чему, я так и не понимаю, чему вы радуетесь, потому что я что-то говорю сам про себя, а вот вы, молодой человек, были самые радостные. Чему вы радовались, расскажите? Мы в Бондарчук, где там Ленинград, да, Сергей Шнуров? Мы в Бондарчуков, ребят. В смысле, вы имели в виду Сергея Шнурова, а написали Сергея Бондарчука, да? Мы тоже. Голосать, так, послушать. А, все понятно. Вот это вот. Итог игры вот такой. Это что-то... Все ясно с вашими итогами игры. Ну что ж, команда Майфики, как у вас? Привет оператору, во-первых. Привет всем, кто будет смотреть эту запись. Привет фотокамеры. Ну что ж, команда Майфики, тяжело было? Тяжело. Тяжело? Да. Что именно самое тяжелое вам показалось? Комары изкусали. Комары. Я вот тоже там стоял, ловил их все время, выполнял роль арафтора. Только комары запомнились. Только комары запомнились. А может, напитки какие-то прекрасные, может, что-то сушили вкусное? Да. Как это бывает? Просим шотики поменять на сок, а нам не поменялись. На хуа? Ну, потому что у нас по условиям шотики были, а мы вот такие вот пришли, все молодцы, не пьющие. За что вам аплодисменты, конечно. Молодцы. Еще очень непонятно было, как связана была черепашка-ниндзя с Леонардо Донателло. Нет, вы поняли. Все черепашки-ниндзя назывались именами великих деятелей искусства. Кома была показана черепашка Леонардо? Если мне не изменяет память, там были Леонардо, Донателло и две других черепашки. А вот еще вопрос. Бородин и Александр Невский. Да, задавали. Ну, там Александр. Можно было привязаться к Александру. Такой вот вопрос, карерный, согласен с вами. Ну, и продам дачу, продам дачу. Ну что, как игра, что запомнилось, что, может, какое-то замечание нам сделаете? Насколько шутиков, у нас все хорошо. У вас вообще все хорошо. Главное, чтобы и завтра у вас это вот все хорошо продолжалось, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой завтра пойти на пухне. Подсказывает мне участница команды «Продам дачу». Мы сегодня заняли только третье место. Наших друзей, наших спонсоров в компании «Бутбор скидка на 20%». Да ладно, ладно. Обручается команде «Продам дачу». На третье место приз не рассчитан. Жалко. Вы сегодня выиграли. На этом все. Пока. – Пока. – Пока. Субтитры сделал DimaTorzok